Проект «Родные имена», который стал победителем первого конкурса грантов президентского фонда культурных инициатив, завершился. За шесть месяцев авторы сделали все, что запланировали. В пяти троллейбусных и пяти автобусных маршрутах шла информация об известных людях, чьими именами названы остановки. Прошли пять онлайн-классных часов в школах республики. Создали группу в социальной сети ВКонтакте с одноименным названием «Родные имена». Именно там можно найти информацию о выдающихся земляках и не только. В рамках встреч со школьниками каждый ученик мог проверить свои знания и ответить на вопросы викторины, тем самым обеспечив себе путевку в суперфинал, где его ждал главный приз – смартфон. Теперь каждому финалисту предстояло изучить всю информацию, размещенную в группе. А это ни много ни мало более ста биографий. Из шести суперфиналистов все три тура преодолел семиклассник 55-й столичной школы Денис Холоднов. Все подробности в нашем репортаже. В день суперфинала семиклассник Денис Холоднов встал в пять утра, чтобы еще раз прочитать информацию о выдающихся земляках. В своих знаниях был уверен, потому что готовиться начал еще в декабре. Именно тогда он справился с первой викториной и вышел в финал. Я распечатал листок, где были написаны все имена с биографиями и каждый день по, наверное, три-четыре раза читал. Я с удовольствием читала все посты в группе, очень много для себя интересного познала. Я бы ни за что не выиграла ту викторину, которую сейчас выиграли ребята, и ими можно гордиться. Поводов для гордости немало у организации российские студенческие отряды. Проект «Родные имена» первые на их счету именно культурной направленности. В основном республиканская команда «Эрсо» выигрывает гранты на реализацию молодежных и спортивных мероприятий. Кстати, тема спорта на встрече звучала особенно ярко, благодаря участию олимпийской чемпионки, уроженки Мариинско-Посадского района Елены Николаевой. Вы знаете, в Мариинском-Посадском районе, кто у нас самый главный герой вообще? Из Шоршел парень полетел в космос Андреан Григорьевич Николаев. Свой первый рекорд Елена установила в 26 лет. И ее заметили, пригласили в сборную СССР. Первая олимпиада для молодой девушки стала серебряной, поэтому желание стоять на самой высокой ступени пьедестала не покидало ее и в последующие 4 года. Олимпиада в Атланте принесла Елене Николаевой и нашей стране золотую медаль. Еще одна мечта исполнилась в 2003 году на чемпионате мира. Елена Николаева верила, что обязательно станет чемпионкой и с флагом России пробежит по стадиону почетный круг победителя. Так и получилось. Если очень сильно захотеть, в жизни можно все преодолеть, все пройти, всему научиться. Только своим трудом можно добиться успехов. Заметим, что именами выдающихся земляков называют не только улицы, а также предприятия, учреждения образования, культуры и спорта. Имя нашей прославленной олимпийской чемпионки Елены Николаевой носят две спортивные школы в Мариинско-Посадском районе и Чебоксарах. Анжелика Иванова, Виктор Чугаров, Республика.